ПЕСНЯ 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 Вечер. Вечер был. Вопрос такой сегодня. Лагерь Комарова. Какие на сегодняшний день проводятся мероприятия по этому лагерю? Это вы прочитали, наверное, в соцсетях о том, что мы подняли вопрос. Радует, что вышла на нас инициативная группа, которая занималась лагерем Комарова. Надо отдать должное ребятам. Мы немного сделали работы, провели. Значит, на сегодняшний день мы собираем подписи, адресованные в адрес президента о том, что вернули лагерь Комарова собственнику, городу Севастополь. Хотя раньше был собственник Севастопольской морской золотоженики, за него сегодня нет. Вы же понимаете, бывший губернатор Овсянников отдал в аренду звездочки. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы этот лагерь Комарова, детский оздоровительный лагерь, был возвращен. На сегодняшний день собрано почти две тысячи подписей. Собираем печати политических партий, общественных организаций движения и коммерческих и некоммерческих организаций. Кто не боится оставить свой автограф? Потому что мы столкнулись, и когда видят, что там молодые... Да, стыдно. Горько, стыдно. И вы знаете, даже к людям появляется такое неприязненное отношение. То есть, такое впечатление, что я приведу вам пример. Значит, ситуация складывается таким образом, что это земля города Севастополя. Да, пусть это Форос, Крым. Но эта земля была отдана Сталином очень в курсе. Строил завод. Земля стоит денег. Извините. Сооружение стоит денег. Даже если это разобраться в финансовом плане. А Овсянников берет и... Если вы у нас забираете что-то... Мы же ни у кого не просим. Мы не забираем же в России ни у кого. Когда пришли в законодательный набор. Почему наших детей еще забирают? Чем наши дети? Тем более, там формулировка. МВД просит отдать лагерь для того, чтобы дети и сироты там проводили оздоровительный лечебный отдых. Но, позвольте, я считаю, что, во-первых, это цинично прикрываться. Тем более, Сталин подарил заводам. Ну, дело не в этом. Я просто говорю о том, что цинично. Цинично. Прикрываться детьми. Мы понимаем с вами, мы взрослые люди. И сразу возникает вопрос. У нас что, нету своих детей? Ну, я говорю, в городе. Не наших с вами, а вообще детей. У нас что, нету детей-сирот, чьи родители погибли при исполнении воинского долга? У нас что, нету детей-сирот, которых родители погибли при выполнении трудовых? Трудового долга, да? Или еще какой-то трагедии. У нас что, просто детей нет? У нас что, нет детей-инвалидов? У нас уже город-берионный. Вы понимаете, да, сама суть вопроса, поэтому мы настаиваем на том, чтобы, ну, обращаемся с просьбой к президенту Российской Федерации, надеемся, что Владимир Владимирович все-таки по совести, по справедливости, но решит этот вопрос и поможет или окажет содействие городу, чтобы лагерь был, то есть собственность, городская собственность должна вернуться городу. Потому что что такое городская собственность? Это собственность коллектива, которые жители города, это коллективная собственность людей, которые живут в Севастополе. Овсяников не спрашивал у нас ничего, то есть он пришел сюда, папа, хозяин, и начал разбрасывать земли все налево и направо. Поэтому на сегодняшний день идет сбор подписей, я обращаю к севастопольцам, кто не боится поставить свою подпись как житель Севастополя, как гражданин за то, чтобы лагерь вернули в собственность города Севастополя. И обращаемся к политическим партиям, общественным организациям движения, коммерческим и некоммерческим организациям, которые готовы поставить печать под этим обращением. Со своей стороны партия ветеранов России, мы уже направили такое обращение в адрес Колокольцева на главу МВД России о том, что мы настаиваем, чтобы они вернули нам лагерь. Понятно, что они само МВД дали их там коммерческой структуре. И направили такое же письмо в адрес президента России. Если же севастопольцы и организации политической партии помогут не нам партии, не наши партии, а именно севастопольцам, то мы будем благодарны. Правительство постановило включить в реестр собственности города имущественный комплекс «Береговое». В советское время детский оздоровительный лагерь Комарова принадлежал севастопольскому морскому заводу. В 90-е годы предприятие оказалось в частных руках и вплоть до весны 2014-го принадлежало структурам, аффилированным с президентом Украины Петром Порошенко. После русской весны указом губернатора перешло в собственность Севастополя. Однако в 2015-м речь шла о том, что комплекс достанется республике Крым. Но по документам передан не был. В сентябре по инициативе главы города Дмитрия Овсянникова департамент по имущественным и земельным отношениям провел инвентаризацию лагеря Комарова. Служило то, что решения о национализации имущества украинского предприятия ЮК Севморфсервис были приняты давно, но не доведена эта ситуация до конца. Поэтому эти мероприятия были осуществлены и сегодня на правительстве принято решение о включении этого имущества. А там выявлено порядка 66 объектов недвижимого имущества. Земельный участок около более 34 гектаров. Земельным участком там, я думаю, еще необходимо будет разбираться. Рустам Зайнулин уточнил, что после внесения комплекса в реестр в правительстве займутся регистрацией права государственной собственности. Принято решение лагеря Комарова-1 и Комарова-2 передать на баланс ГУП в пансионаты Севастополя. А очистные сооружения закрепить за ГУПом центр эффективного использования собственности города. Предоставленный теми же органами Министерства внутренних дел планируется создание всероссийского детского оздоровительного лагеря для детей-сирот, которые в результате боевых действий... Чьи родители в результате там отдыхают и в Артеке, и в Ласпи, и в любом коммерческом лагере. Поэтому даже те лагеря, которые мы развиваем, Ласпи и Горный, они доставляют услуги на конкурсной основе. Они участвуют в конкурсе нашего департамента с тем, чтобы получить право предоставлять эти услуги детям. Поэтому наши дети там также могут оказаться, потому что через некоторое время за счет средств федерального бюджета там будет построен современный лагерь. В итоге на открытом голосовании шестеро из девяти членов правительства проголосовали за передачу имущественного комплекса в собственности.